Цегламенская библиотека номер 16 представляет В поисках капитана Гранта К юбилею книги Жюль Верна «Дети капитана Гранта» В 2023 году исполняется 155 лет с даты выхода в свет книги Жюль Верна «Дети капитана Гранта» Об авторе Жюль Верн «Годы жизни» 1828-1905 Французский писатель, классик научной фантастики и приключенческой литературы Создатель таких всемирно известных романов, как «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой» Биография Жюль Верна полна путешествий, в том числе по морю и интересных событий, которые нашли отражение в его творчестве Детство и юность Будущий писатель родился в 1828 году, 8 февраля в Нанте Отец его был юристом, а мать, наполовину шотландка, получила прекрасное образование и занималась домом Жюль был первым ребенком, после в него в семье родился еще один мальчик и три девочки Учеба и писательский дебют Жюль Верн учился в Париже на юриста, но в то же время активно занимался сочинительством Он писал рассказы и либретто для парижских театров Некоторые из них были поставлены и даже умели успех Но настоящим его литературным дебютом стал роман «Пять недель на воздушном шаре», который был написан в 1864 году Семья Писатель был женат на Анарине Девиан, которая к моменту знакомства с ним уже была вдовой и имела двух детей Они поженились, а в 1861 году у них родился общий сын Мишель, будущий кинооператор, экранизировавший несколько романов своего отца Популярность и путешествие После удачного и благосклонно принятого критиками первого романа Писатель начал работать много и плодотворно По воспоминаниям сына Мишеля, Жюль Верн проводил за работой большую часть времени С восьми утра и до восьми вечера Интересно, что с 1865 года рабочим комбинетом писателя становится каюта яхты Сен-Мишель Этот небольшой корабль был куплен Жюль Верном в период работы над романом «Дети капитана Гранта» Позднее были приобретены яхты Сен-Мишель-2 и Сен-Мишель-3, на которых писатель ходил по Средиземному и Балтийскому морю Он побывал на юге и севере Европы В Испании, Португалии, Дании, Норвегии На севере африканского материка, например, в Алжире Мечтал доплыть и до Санкт-Петербурга Но этому помешал сильный шторм, разразившийся на Балтике От всех путешествий пришлось отказаться в 1886 году После ранения в ногу Последние годы Последние романы писателя отличаются от первых В них чувствуется страх Писатель отрекся от идеи всемогущества прогресса Он начал понимать, что многие достижения науки и техники Будут использоваться в преступных целях Надо отметить, что последние романы писателя не пользовались популярностью Писатель умер в 1905 году от сахарного диабета До самой своей смерти он продолжал надиктовывать книги Многие его романы, неизданные и незаконченные при жизни, издаются сегодня Дети капитана Гранта Жульверн любил путешествовать Но еще больше он любил писать И все главное путешествие своей жизни действительно совершил в своем воображении А вот его герои несколько раз Самыми разными способами Обогнули земной шар Побывали в самых укромных уголках Земли Опустились к центру планеты И даже смотались до Луны и обратно Верн видел в своем творчестве возможность поделиться с читателями Любовью к картам и исследованиям мира С самого начала карьеры он мечтал писать так называемые Роман Далесиенс Книги, которые не только развлекают, но и просвещают Дети капитана Гранта Впервые появились в журнале воспитания и развлечения И публиковались на его страницах С декабря 1865 по декабрь 1867 года В 1868 году был выпущен отдельным изданием В этом же году роман был переведен на русский язык И выпущен в издательстве Звонарева Одновременно с работой над детьми капитана Гранта Продолжение которых с нетерпением ждали читатели журнала Верн работал над романом «20 тысяч лье под водой» Детально разрабатывал сюжет Гектора Серводака И совместно с географом Лавале создал научно-популярный труд Под названием «Иллюстрированная география Франции» Приступив к публикации романа «Дети капитана Гранта» Верн задумал создать серию «Необыкновенное путешествие» Серия должна была со временем превратиться в своего рода Художественно-географический очерк всего земного шара Формально «Дети капитана Гранта» является первой частью трилогии Часть вторая «20 тысяч лье под водой» Третья «Таинственный остров» Но два первых романа фактически не связаны друг с другом А их сюжетные линии сводятся воедино лишь в третьем романе Сюжет романа 26 июля 1864 года Матросы паровой яхты «Дункан» лорда Эдуарда Глинарвана В водах Шотландии поймали рыбу-молот, внутри которой нашли бутылку с письмом на трех языках Английском, немецком и французском Хотя вода сильно испортила текст, удалось разобрать, что английское судно Британия Пропавшее за два года до этого Потерпело крушение, после которого в живых остались три человека Капитан Грант и двое матросов И что они находятся на 37-й параллели южной широты Долготу же места крушения определить из письма не удалось В замок Глинарвана приезжают сын и дочь капитана Гранта В надежде узнать что-то об отце После отказа адмиралтейства Леди Эллен убеждает мужа отправиться на поиски капитана на яхте «Дункан» Глинарван со своей женой, его кузен-майор Макнапс, Роберт и Мэри Грант Отправляются в плавание Яхтой командует капитан Джон Манглс Уже в море на судне обнаруживается лишний пассажир Известный французский географ Жак Элиасин Франсуа Мари Паганель По заданию географического общества он направлялся в Индию Но по рассеянности сел не на то судно Герои считают, что капитана Гранта можно отыскать Если следовать вдоль всей 37-й параллели южной широты Через Патагонию Яхта пересекает Атлантический океан Проходит через Магеллана в пролив Тихий океан Идет на север до Патагонии К месту ее пересечения с 37-й параллелью Лорд Гленарван, Макнапс, Паганель, Роберт Грант Помощник капитана Том Остин и двое матросов Высаживаются на западном берегу Южной Америки Дункан уходит к восточному побережью Южной Америки Чтобы, обойдя мыс Горн проливом Дрейка Встретить путешественников у мыса Кориентес Отряд с большим трудом пересекает Патагонию Следуя по 37-й параллели Затем путешественники плывут на восток Пересекают Индийский океан Посещая по пути острова Тристанда-Кунья И остров Амстердам Лежащие на 37-й параллели, но безрезультатно Яхта попадает в страшный шторм и ломает лопасть винта Но находит убежище в бухте на юго-востоке Австралии Местный житель по имени Айртон заявляет, что он был боцманом на Британии И что она погибла в восточном берегу Австралии Герои решают пересечь Австралию по 37-й параллели И приглашают Айртона стать проводником в экспедиции Леди Гленарван, Мэри Грант, капитан Джон Манглс, Олбинет, Стюарт Дункана И несколько матросов присоединяются к экспедиции Отряд попадает в болото реки Сноуи Лошади экспедиции падают одна за другой Местных жителей терроризирует банда беглых каторжников Которыми командует некий Бен Джойс Мак Напс разоблачает Айртона, назвав его по второму имени Бен Джойс Боцман заманил экспедицию в болото, чтобы захватить Дункан и заняться пиратством Айртон скрывается Один из матросов вызывается передать письмо Гленарвана второму помощнику Тому Остину Но каторжники перехватывают Гонца Добравшись до Идена, Гленарван отправляет телеграмму в Мельбурн И узнает, что Остин, получив приказ, увел судно из Мельбурна И яхта, очевидно, попала в руки бандитов Путешественники садятся на торговое судно Макари и отправляются в Новую Зеландию Корабль терпит крушение Герои попадают в плен к Маори Кровожадные туземцы собираются казнить путешественников Герои убегают и укрываются на Священной горе, где похоронен вождь Маори Там они встречают Паганеля, который бежал из плена другого племени Найдя на берегу лодки туземцев, герои выходят в открытое море Их догоняют лодки Маори Неожиданно на горизонте появляется Дункан, который меткими выстрелами отгоняет туземцев Роберт замечает у борта Остина Выясняется, что Паганель, написав письмо зараненного Гленарвана По рассеянности направил его вместо восточного побережья Австралии Побережью Новой Зеландии Узнав об этом, Айртон попытался подбить команду на мятеж и был взят под стражу Взамен на обещание лорда оставить его на одном из безлюдных островов Тихого океана Айртон рассказывает, что Грант высадил его на берегу Австралии Гленарван решает высадить Айртона на острове Тобор Который также лежит на 37-й параллели южной широты На берегу герои встречают капитана Гранта и двоих его матросов Как поступать в минуты смертельной опасности Как вести себя с предателями и трусами Как сохранить доброе сердце даже в экстремальной ситуации Обо всем этом вы узнаете, если прочтете роман Джульвер на дети капитана Гранта полностью